Всем привет! С вами Джойстики. И сегодня мы приехали в маленький город на юго-западе Германии, который называется Бадзекинген. Ну да, и сначала мы решили посетить не сам город, а... Его окраину. Его окраину, походить по тропам лесным, подняться в горы, посмотреть на горное озеро, небольшой зоопарк, ну и вообще соединиться с природой. То, что любит наша Арина. Так что, смотрите, будет интересно, я думаю, покажем красивую природу. По возможности все, что будем сами видеть, вам покажем. Да, всем приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите нам. А вот наш инстаграм. Да, вот тут вот будет наш инстаграм, можете на нас подписываться. Поехали! Так, ну, в общем-то, мы приехали. Вот место называется Вальдгехехе. Как правильно читается? Вальдгехехе. Вальдгехехе. Гегехе? Геге. Вальдгеге. Да, вот там вот сзади у меня находится зоопарк, тропа в горы. Вот, а мы идем вот сюда. Это тропинка для тех, кто любит походить босиком. Вот так она. Такой вход. Сейчас просто, да, погода. И тут разные для ног. Тут можно помыть ноги. Я так понимаю, у кого завонялись ноги? Скамейка. Интересно, работает? Работает, да. Мы отнимали уже. Ага. Ага, работает. Работает. Водичка течет. Хорошо. Так, вот тут можно принять грозевые ванны. Это первая печатка по пути. Вот тут кто тоже босиком ходил. Я сегодня не пойду. В обуви тоже в этом нет смысла. Первое препятствие. Вот тут вот по камушкам можно походить. Более крутые, более нервные. Да. По деревянному мостику. О-о-о-о-о-о-о-о. Следующая из кирпичей. Ну, они такие чуть-чуть рифленые. И ходишь. Трава, кстати, тут высокая. Мы в прошлый раз уже сюда приезжали на разведку. Две недели назад. Еще такая трава не была высокая. Да, вот тут еще босиком. Мы обязательно приедем сюда как-нибудь походить босиком летом, конечно же. Здесь щебень какой-то, типа, или песок. Это песок, да. Песок, да. Такой. Здесь плиты, да, с камушками. А там деревяшечки. А там деревяшечки. Конечно, погоду мы выбрали уникальную. Но выбора у нас особо не было. Тут уже полтора месяца дожди. Причем разные. Сильные, мелкие. Но сегодня так просто будет, мне кажется, моросить. Если будет, чуть позже такое чуть-чуть сильнее. Но просто влажность будет. Поэтому надеюсь, что нам не придется где-то там прятаться. Вот так вот проходит. А, сейчас мы поберемся поближе. О, опасненько. Вот там вот хорошо так льется водичка. Ну, вон оттуда сверху. Прям с гор. Ладно, пойду обратно. Вот тут еще одна такая локация. Для тех, кто устал после горных прогулинок. Можно посидеть, покушать, присесть. О, работает, смотри. Да, о, кстати, уже работает. Да, не текла вода. В прошлой неделе. Она была грязная. Очень была грязная. Уже, видите, начинают готовить. Почистили. Сюда так. Сначала люди идут на эту... Нет, сначала люди... Ну, может быть. Заделают. Потом тут моют ноги. А потом приходят, и здесь ледяная вода. Они спускаются. И вот так обходят, моют ножки. И все, и сидят, покушают. Вот такая небольшая парковочка для автомобилей. Правда, маленькая. Но если что, можно вдоль дороги ставить. Тоже чуть-чуть. Так, идем в зоопарк. Зоопарк, не зоопарк. Там кабанчики. Что там, олени, кабанчики есть, да? Да. Да и все, собственно говоря. Да, да. Лена тут увидела медведя где-то когда-то. Это я и мое зрение. Это Лена и ее зрение. Вот тут написано олень, олень. А, это лось. Это лось, да. А мы это были? Кутки вон возили в этом. Вот, это Кнетервальдхохенхоу. Да, да. Хохенхоу. Да, встречают нас кабанчики. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Дружава, привет. Привет. Винни так живут. Болото тут. В принципе, как и должны свиньи жить, так и живут. О, заруба, заруба. Тихо. Вот. Такие у них мелкие. Есть где-то еще мельче. Что, зарубили тебя? Боров. Что ты хочешь сказать? То, что там было написано, что они иногда переезжают куда-то. Либо летом. А, а услуг, типа. Может быть, да. Я не знаю, зачем тут перезвонить. Тут такой приятный запах, да? Ой, е-е-е. Лена уже не может. Ходит только, как будто открыли консерву эту. Как она называется? Я не помню. Я не помню. Голландский или другая консервы? С рыбой. Кстати, кто знает, как называется эта консервы, напишите в комментариях. Мы хотим приобрести. Приобрести, кстати. Да, как-нибудь выехать. И скушать ее. В диких открытиях. Да, да, да. Как одним нашим друзьям пойти в гости и съесть ее. Да, территория здесь большая, чтобы вы понимали. Мы вон оттуда пришли. Вот мы уже пришли. Птички поют. И как бы кабанчиков тут больше нет. Я помню, что вот там вот еще были мелкие. Есть, да? Там совсем мелкие. Вот здесь вторая семья живет. Вот здесь автоматы с кормом. Кстати, вот этот вот светлый автомат, он не работает. Это старый автомат. Поставили вот новый. Кидаешь сколько? 50 центов, да? Евроцентов. Да, 50 евроцентов кидаешь сюда. Проворачиваешь. Вот стаканчик берешь. И... И там кукуруза. Да, и вот сразу мусорник, чтобы выкинуть. Пустой стакан. И он ждет. Ну, с пола собираю кукурузу, дай ему. Смотри, это его мелкие подросли уже за две недели. Да нет. Где мелкие? А где тут будка была? На меня нападает. Ты на меня нападаешь? Смотри, он сейчас тебя грязи забросила. Ух ты! Нападает. А, видишь, это отдельная семья, гаражено отдельно. Да, 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 да. У них вот территория туда тоже идёт. Да, у них тоже длинная, большая. Чтоб они не враждовали, наверное. У него такой оркест, он панк, наверное. А, вон мелкий вышел. О-о-о! Да, вон они, да. Коричневые. Полосатенькие. Полосатые. Ася, нет ничего. Ну, сиди, боже, ну шутся такие. О, посмотри. Мелкотня. Так, ладно, всё, идём. Идём. Ну, а вот с этой стороны оленята маленькие. Вон они идут. Раз, два, три, четыре. Да. Дружелюбные. Дружелюбные, ну конечно. Контактные. Линька у них. Идите, вас погладят. Они потом не просрутся. Нет, они не можно травить. Ой, я погладила. Снимай. Кравки кушают. Им даже полезнее травки. Ой, иди. Да. Кстати, тут везде вот такие вот указатели. Туристические. Какие тропинки, какой уровень сложности. Тут ещё вот чуть-чуть территории, где живут олени. О, у этого уже рожки. Этот уже постарше будет. У него бархатные роги. Бархатные тяги у тебя. Ух. В общем, мы прочитали, что этот парк животными создан для популяризации диких животных. И они тут их отселяют, подселяют. Что-то там написано. Самок в одну сторону, самок в другую. Туда-сюда. В общем, такая вот популяризация. А вот здесь уже небольшая развилочка. Получается вот это вот, как я понимаю, красная тропа. А вот в ту сторону чёрная и синяя. То есть, не знаю, посмотрим, может по чёрной пойдём. Либо, да, уровень свой, либо по красной, либо по чёрной. В общем, пока приняли такое решение, что пойдём по чёрной тропе. Но сначала всё-таки пойдём на озеро. Думали сначала пойти по тропе, потом там спуститься по более лёгкой тропе, спуститься к озеру и там уже всё остальное. Нет. Думаем сначала на озеро. Арина полазит. И потом пойдём. Хочу показать вам вот такой интересный водопад. Стекает туда кабанчиком Ниц. Тут указатель. Бергзи. Горное озеро, получается. Водичка, которая стекает с Альп. Попадает сюда. Здесь образовалась... Таяли ледники. И образовалось такое вот красивое озеро. Достаточно немаленькое. Глубина максимальная 20 метров. Вот тут такие скалы. Получается, здесь по кругу идёт, как на озере Синевир в Украине, идёт по кругу такая пешеходная зона. Можно погулять. Такие стрёмные скалы. Так, а вот это вообще распространённая штука. Германии. Вот такие вот они делают для диких пчёл, ос, домики. Тут, кстати, можно ещё покататься на катамаранчиках. Не знаю, сегодня работает. Но мы кататься не собирались. Особо такое мы не любим. Просто по озеру, вокруг. Вот такое вот кафе. Тут, походу, кто-то ещё живёт. Потому что есть и адрес. Можно на улице посидеть. Можно внутри посидеть. Прошли мы через ресторан. Пришлось немного перелазить, да? Да, кстати, это один ресторан здесь на этом озере. Больше ничего нет. Всё. Ну да, что тут ещё надо? Да. Монополист. Монополист, да. Так, ну всё-таки мы подумали, что скорее всего это вот туда, на эту гору подъём. Она не сильно высокая, но уйти 8 километров, в принципе, с неё будет хороший вид. Сейчас попробуем туда подняться. Так, пришли мы в этот Клитерпарк. Что-то я не уверен, что он работает. Никого тут нету, никаких движений. Да, это летний бирж. Блин, ну уже май, и как бы тепло. Что-то должно быть. А, у них типа ещё не лето в Германии. Ну да, с 20 июня. С 20 июня? Так что он откроется с 20 июня? Не, может он и раньше откроется, но... Как у них есть... Ну вот, хотя бы покажем, что здесь. Ну он такой немаленький, высокий. Ну мы приедем потом. Чик-ин, да, но это закрытый. Да, он закрытый. Достаточно высоко. Ну да, не сильно высоко, но... Так. Не, ну так нормально. Да. Не сильно, да. Да, 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 да. Что, высоко, ты считаешь это? Да, да, я считаю, да. В общем, решили сделать небольшой привальчик тогда. Да, перед походом. Хотя не надо наедаться, но мы чуть-чуть перекусим, да. Чтоб чуть-чуть были силы. Это я хочу все. Здесь яблочки есть. А это здесь у нас виноградик я положила, мыла. Кстати, в Германии виноград круглый год в одну цену, кажется. Практически. Практически, да. Ну что у вас, появляются силы? Да, прям чувствую. Так что, по черной тогда тропинке идем? Восемь километров? По черному. По черному, да. Арина, ты обещала не вредничать. Я не хочу по черному. Так ты даже не знаю, что это значит. Сто процентов. Восемь километров. И что? А семь и шесть или шесть и семь, это красная. Не намного больше. На один километр. Мы шли по штуке открытых. Мы шли по красной. Да, мы расстроились, конечно, что эта история не работает. Но ничего, мы в следующий раз приедем, покажем, как мы тут лазим. Мы еще все-таки не определились, по черной или по красной. Черная или красная, как в казино. Красная? Да, ну это потому что она знает разницу. Разницу, да. Вот, кстати, здесь даже есть объявление. В двадцатом году потерялась девушка. Вряд ли она пошла по черной по тропе, она где-то тут шла по другой. Но что-то как-то уже стремно. Два года есть, да. Теперь им стремно идти по черной. В общем, мы решили пойти не по черному, а по красному пути. Да, вот, собственно говоря, заканчивается уже сам зоопарк. Ну, так же, судя по заборчику, что он тут завершается. Какой тут водопадик. Ручеек. Вода шумит. Ну, а мы прошли где-то, я думаю, что даже не километр еще. Пятьсот метров. Пятьсот-шестот метров. И вот идет поворот. Да, все-таки мы идем, как предполагалось. Хорошо, а как же шел бы черный маршрут? Получается, с той стороны? А, или вот тут вот? А, вот он соединяется. Ага. Я понял. Вот здесь указатель. А, вот и вот он. Ротенкоп. Все правильно. Вот нам надо сюда. Вот пол. Вот этот маршрут, который черный был. Что? Жарко? Я знаю. Арини то холодно, то жарко. Какой сумасшедший тут поток воды. А, вот там вот даже есть какая-то плотина, которую можно открыть и перенаправить. Интересно. Обратно можно вот этим маршрутом пойти. Вот такая вот плотина, которая поднимается. Ага. Вот здесь можно поднять специальным притом. Вода перенаправляется. Эта вода поступает, стекает с гор. Прямо вот в это озеро. Такие вот тут пейзажи открываются. Птицы поют. В течение? В течение, да. Но сейчас... В течение дождей. Во-первых, дожди. Во-вторых, Альпы там тают, продолжают. Вот и происходит такое. Течение капитальное. Главное, Арина, не ныряй. Так, что-то мы до куда-то дошли уже. Получается, дорога уходит туда. А вторая уходит сюда. И на указателе получается нам налево. И осталось 400 метров. А вот туда вот 8 километров. Понятно. Ну, пошли туда? Да. Пошли туда? Раз туда показывает. Тут. Да. То, что я бы все равно туда не согласилась идти, из-за того, что вот эта девочка потерялась. Мне страшно. Так этот маршрут протяженностью 27 километров. А то просто вот это все, этот маршрут. Ну, пошли. Мы еще не настолько профессиональны. Это может через лет 5, дочь. Вот там вот мы только что шли. Получается, вверх идем. Ну, пошли. Все, уже и уже. Так, вы знаете, стало чуть-чуть страшновато. Потому что вниз туда катится далеко. Поэтому... Да, просто скатиться в этот ручеек. Ну, дорожка вроде чуть шире стала. Давайте, давайте. Нам осталось чуть-чуть. Все, где-то 300 метров. В общем, уже я вижу там свет. Да. Мне кажется, мы добрались, да. Добрались. До... Да, вот эта вот обзорная площадочка. Ну, маршрут вообще нелегкий. И мы шли... Сколько мы шли? Час? Меньше, наверное. То есть мы... Не пошли по красному маршруту. Потому что красный маршрут, желтый. Это понятно. Мы думали, что именно сюда эти маршруты ведут. А на самом деле это просто маршруты туристические. Их тут много. Да, и каждый где-то куда-то ведет. Поэтому в следующий раз, когда у нас будет амуниция, мы будем подготовлены. Более лучше мы выберем один из этих маршрутов. Ну и с радостью его преодолеем. А вот мы уже пришли. Скамеечка панорамная. Крытая, да, чтобы спрятаться. Еще он. У нас, как всегда, легкий привал. Райское наслаждение там. С едой. С едой. Ну, а этот у вас стоит, это так красиво здесь. Ну да, красиво. Вот там вот на лодоне город Бадзек. И путь совсем несложный. Вообще несложный. Возле скамеечки мы нашли вот такое вот, в память об этой девочке, которая тут пропала. Ее фотография на камне. И вот такой вот домик какой-то. Для свечки, наверное. Подсвечник. Сделаем пару фоточек и пойдем. Пришли мы вот оттуда. А пойдем вот этой дорогой, другой. Другим маршрутом спустимся вниз. Девочки, догоняйте. Девочки, догоняйте. Девочки, догоняйте. На самом деле, всем рекомендуем приехать сюда. Особенно для любителей походить пешочком, по туристическим маршрутам. Их здесь реально очень много. Разные, разные длины, протяженности и сложности. Это, конечно, удивительно. Но вышли мы с черного маршрута почему-то. И непонятно, каким образом они их делят. Черный, красный. Там мы вдоль дороги шли, может быть, потому что по сонтированной дороге это дольше идти, наверное. Ну, скорее всего. Но мы почти насладились природой в лесу. Да. Не, ну там тоже лес, но машины ездят. А там машины ездят. Вот здесь вот этот указатель. Все, в общем-то, выдвигаемся в город. Вот тут есть карта всех достопримечательностей. Вот мост, вот эта вот башня, вот эта вот музей, кажется, да? Да. Рококо хаус какой-то. Вот это вот церковь. А это тоже башня, которая предотвращала наводнение как-то. А, что такое? Катер Бильдинг Смит Маусы. Что это такое? Не знаю. Цель. Вот тоже катер, что ли. Старт. Это типа откуда надо стартовать. Вот тоже катер, тут что-то связано с котами. Да, ну это типа кот ходит путешествовать, скорее всего. Вот мы вышли уже к реке. И, судя по всему, водичка в реке поднялась хорошо. Вот эта башня. Это была башня, кстати, раньше частью городских стен. Город был вот здесь, по уходу Рейна, огражден стеной. Вот эта вот башня, остаток от той части того мира, того века. Все, что осталось, потому что уже не надо никого ограждать, нет кого. Ну так эта башня выглядит чуть ближе. Высота примерно сколько? Метров 20. Да, больше, наверное. Так, попали вот в такой парк. А это что за замок? Шанау. Замок Шанау, точно. Теперь здесь музей. Здесь находится исторический музей. Про историю Хохрейна. И Зекингена. И Бат Зекинген в каком-то там 1920 в каком-то году унаследовал этот замок. И там открыл музей. Все. Вот и все, вот и все. Скучно и однообразно. Да, да, да. Вот такой тут прикольный, не скучный фонтанчик. Дворцовый парк. Да, да, да. Вот еще один чувак с трубой. Стороны покажем еще этот замок. Красиво со стороны вот смотрится. На велосипедах сюда, кстати, нельзя заезжать. Там тубличка. Если идти туда, то это опять же там будет церковь Святого Придолина. В ту сторону? В ту сторону. И там же этот Альштадт, в котором расположены много кафе и ресторанов. Он очень маленький. И там как бы... Ну, домики тут прикольные. Красивые построены. Такие. В ту сторону, да. Ага. Ну, пошли-то в ту сторону. Начинаются... Такие вот улочки. Типичные. Скажем так. Да, это веке. А тут сейчас... Как будто мы не в Германии. Вот такие вот тут здания. Площадь. Кафе. И вот, в самом деле, такой небольшой, спокойный городок. Достаточно много тут всегда, я думаю, туристов летом. И зимой, наверное, тоже. Ну что, идем за тебя заходить? В этой мониторе, то ему приписывали то, что он может воскрешать кого-то из мертвых. И поэтому его изображают рядом со скелетом. То есть, со смертью. Потому что он, видимо, был не только монахом, как пишут, а еще и каким-то знахарем. Понятно. Ну, в общем, там все очень интересная история. Ну, идемте вовнутрь. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то еще интересное знаешь, не? Там хранятся мощи святого Федолина еще. Да, но мы к ним не пришли. Да, не прошли, да. Там много людей. Эти мощи, я не сильно люблю мощи. Я больше поживым персонажам. Лучше вот... Где ты сейчас святых найдешь? Видишь, они были давно. Что, я святой? Сохраню твои мощи потом. Сохрани потом мои мощи. В прошлый раз еще мне понравился этот фонтанчик такой интересный. Мама, вот так. Какие-то солдафон тут, какой-то еще. Древняя история такая. Не знаю, вот что вода нужна всем, видишь? Да. Я так думаю. Нашли фотографию старого. Строго закинга. Да. А на Швейцарию, видишь, ворота закрыты. И вот так вот. Это вот эта башня, вот она. Которая, про которую ты рассказывал. Вот этот музей. Вот этот собор. В третьем году было построено. И это от наводнений башни. Я вообще не понимаю, как она спасает. Ну, не знаю. Они, наверное, всем городом просто залазили в эту башню. Да. Такие... Ну, она такая обычная башня. Небольшая. Сейчас мы обойдем ее чуть-чуть залекать. Ну, стены вообще толстые. И там, получается, люди празднуют сейчас с день рождения. Мы заглянули. Там тут не очень аументы. Да. Пошли вот туда споснемся. Сейчас попробуем пройтись к этой. К гидроэлектростанции. Мы, кстати, любим такие вещи. Вот эта башня со стороны. Ну, такая она. Не маленькая. Мне нравится набережная. Набережная чистенькая такая. Довольно-таки длинная. Получается, мы стартанули в угол где. Обратно мы пойдем, получается, полностью по этой набережной. И вот до гидроэлектростанции мы точно дойдем. Я так думаю, скамеечки есть. Все зеленое. Газоны, травка подстрижены. На районе аж волны. Дошли до такого знака. Не знаю, сейчас Лена переведет. Что это? Уже поближе мы к этой электростанции. Кстати, я не думаю, что прямо на нее можно зайти. На нашу можно, где мы живем. Там такая примерно... Ну, это как побольше, мне кажется. Чуть-чуть. Хотя, может, похоже. И что это обозначает? Не знаешь? Никак, никак. Ладно. Вот если кто-то знает, что это обозначает, напишите в комментариях. Так, ну что, мы подошли максимально близко к гидроэлектростанции. Ну, вот там такое течение. Серьезное. Вот стенд. Это гидроэлектростанция. Вот как она работает. Сколько температур. Это температура люфт, воздуха. Сейчас 15,6. Температура воды 13,6. Пиц, луистунг. Это мэве. Это, типа, сколько она выделяет электричество. Дюрс флус. Метры кубических. Сейчас хотим обойти, посмотреть вот туда, из дорога. Вот туда обойти, посмотреть, какой рейн с той стороны. Ну, вот мы, наконец-таки, нашли лузейку с этой стороны. Чтобы показать вам, как выглядит это все с другой стороны. Река. Гидроэлектростанция. Тут вообще спокойно, никакого течения. Очень высоковато. Да-да-да, высоковато. То есть, получается, там она проваливается вниз. Это плотина, шлюзы открываются. Я думаю, что тут рыбы достаточно. Да, он очень-очень древний. Что? Он очень-очень древний. И все? Ну... Все, что ты знаешь об этом мосте? Мосте. Я знаю, что о нем первое упоминание было еще в 13 веке в истории. Но его после этого очень много раз и разрушали их, и восстанавливали. И, в общем, он очень-очень древний. И что еще? Что еще? Он соединяет две страны, Германию и Битарию. И он является самым большим пешеходным и крытым мостом в Европе. Наверное, крытым пешеходным. Крытым пешеходным мостом в Европе. Его протяженность, вот я знаю, кто-то по одним источникам 203, по другим 200. Метров. Да, по третьим 206,5. Это самый-самый... Вот такой этот мост внутри. Деревянный. Старый. Старый, да. Закрытый, полузакрытый, полуоткрытый. Вон там видно гидроэлектростанцию. Крытый. Не, ну понятно, что крытый, деревянный. Пешеходный. Пешеходный, да. Этим балкам 400 лет. Я думаю, вот те вот. Не всем, наверное. Но какой-то части, да. И он еще как-то... Тут что-то поднималось, опускалось. Когда? Когда-то, да. сейчас тоже, к сожалению, не работает. Пограничники вон. Видите, какие тут интересные. Все, мы вас не пустим. Кошелек или жизнь. Не, это трубач какой-то. А, вот эта вот белая линия тоже. Все, добро пожаловать в Швейцарию. Собственно говоря, другой край. Конец моста. И мы вышли в Швейцарии. Не знаю, какой город. Что-то мы не посмотрим. Штайн. Да, Штайн. Город называется Штайн. Прикольно. Вот так вот с этой стороны виден Бадзекинген. Так, ну что же. Было все очень здорово, но мы очень сильно устали. Я думаю, да, что вам понравилось. Все, что здесь, извини, все, что здесь есть из того, что нужно увидеть, мы вам покажем. Да, да, да. Ну, что было в Бадзекинге, в принципе, мы показали. Поэтому, если вы что-то еще интересное знаете, пишите в комментариях. И увидимся. До новых встреч. Всем афидорзейн. Пока.